Большое спасибо Олегу и его команде за то, что пригласили меня поделиться своим опытом. Мы с Олегом начали заниматься преддайвингом. Олег еще раньше, а мы встретились с ним в 2002 году, в августе. С чего, в принципе, это был первый курс по преддайвингу вообще в России. И через пару месяцев мы встретились уже в Шарном Чехии, где Наталья Молчанова впервые приехала. И вот, в принципе, приятно видеть во что это все превратилось. Давайте приступаем ближе к телу, как говорится. Я с вами сегодня поделюсь докладом по поводу, каким образом нам, как спортсменам, преддайверам, и не только спортсменам, может помочь йога и медитации. Но для того, чтобы немножко так сказать, тема очень широкая, очень широкая, да, то я вот сразу с первого слайда начну разделять. Когда мы говорим о физической йоге, то есть йоге, которая использует тело, 90% для тела, 10% для тренировки ментальных качеств. Потому что сегодня я хочу поговорить именно о ментальных качествах, о развитии ментальных качеств. Потому что на самом деле, как вы понимаете, именно качество сознания определяет успех, а не что-то еще. Данные и так далее, мы об этом поговорим. Значит, поэтому мы сегодня будем с вами говорить о настоящей йоге, которой является медитация. Это чисто ментальная тренировка, в ней тело не участвует практически. Я имею в виду, что там не нужно какие-то манипуляции с телом делать. И это прямая работа с сознанием, с умом. Что касается фридайвинга, фридайвинг можно разделять как угодно. То есть это может быть для кого-то рекреация, фан, какой-то способ расслабиться, просто получить какой-то новый экспириенс, опыт или просто такая часть здорового образа жизни. Это может быть как дисциплина, то есть спорт, экстремальный спорт. Или для кого-то, для кого-то, например, для меня. Это аутрегуляция состояния сознания. То есть я использую для себя фридайвинг именно для этого. Я не являюсь спортсменом, хотя в принципе в свое время показывал неплохие результаты, но как спорт меня не интересовало. То есть есть люди как спортсмены, знаете, у них есть такое вот желание и любовь к такому соревновательному аспекту. Во мне его не было, поэтому я этим не занимался. И я написал медитация, фридайвинг как медитация. И поставил знак вопроса, чтобы мы разобрались. Можно ли фридайвинг считать медитацию? Тут я просто привел такую, так скажем, цитату из учебника, или не учебника, там одного из светил нейропизиологии. Чем сложнее и выше организация животное, тем в большей степени его функция находится под контролем нервной системы. Ну тут мы сразу можем на себя это перевести. То есть фридайвинг – это на самом деле очень высокий уровень животных. Люди, которые занимаются фридайвингом, это высокий уровень, так скажем, живых существ. Потому что они поставили под регуляцию. Один из самых главных автоматических процессов – это дыхание. А именно дыхание, почему это так сложно? Потому что с дыханием связан всегда вопрос жизни и смерти. И именно поэтому людей так пугает любая задержка дыхания. И поэтому восприятие вот этого спорта, фридайвинг, как погружение на задержки дыхания, для многих необычных людей тоже, так скажем, является чем-то таким необычным. Но может быть и поэтому он нас так привлекает, да? Двигаемся дальше. А, Олег, чуть-чуть назад. Значит, фридайвинг является гиперментальным спортом, да? Почему? Потому что кондиции сознания, состояние сознания во фридайвинге, способность управления своими ментальными состояниями, психическими состояниями являются, в принципе, залогом успеха во фридайвинге. Фридайвинг – гиперментальный спорт, а медитация – это дисциплина ума. И тут мы сразу видим параллель. Каким образом медитация может помогать людям, которые занимаются фридайвингом? Здесь я просто про дыхание чуть-чуть пару слов скажу. Дыхание у нас корректируется, да? То есть само по себе, сам процесс дыхания физиологически корректируется с расслаблением тела и ума. То есть вы знаете, да, если человек в спокойном состоянии, у него определенный рисунок дыхания, с особым состоянием сознания. Ну, фридайвер не нужно об этом рассказывать. То есть, опять же, мы тренируемся на суше, не будем даже говорить про погружение в воде, потому что там еще большое количество факторов типа депривации, невесомости и так далее воздействует и влияет на наше состояние сознания. Даже на суше, когда мы задерживаем дыхание, мы сразу после нескольких сессий задержки дыхания, или повторения задержки дыхания, и чувствуем, что наше состояние сознания изменилось. Вот. И третий аспект. Дыхание связано с симптомами паники. То есть задержка дыхания – это суперстресс, да? Который связан с жизнью смертью, поэтому это суперстресс. И симптомы паники возникают, когда мы задерживаем дыхание. И тут, как мы с этими симптомами паники разбираемся во время погружения, в принципе, тоже во многом определяет результат во фридайвинге, насколько человек справляется вот с этими подходящими ощущениями неприятными, недостатками по вдоху, да? То есть голода по вдоху, я так называю. И когда приходит голод по вдоху, человек нетренированный, среднетренированный или супертренированный, по-разному с этим справляется. Коротко совсем, потому что это, в принципе, не моя тема. Чем определяет результат во фридайвинге в целом, я предчисляю. Коротко я приведу касательно аспектов техники и так далее, физической подготовки. Факторы, которые не зависят от нас во фридайвинге. То есть это удача, талант, удача в том, чтобы родиться в нужной семье, которые занимались изначально, например, плаванием, или уже использовали, или человек тренировался, наластим, и так далее. То есть талант, данные, ДНК, называйте как угодно. У кого-то есть данные, просто у него изначально настройка организма на высокий уровень СО2 хорошая. То есть толерантность к углекислому газу высокая. Это просто природные данные. Если взять 10 человек, у всех у каждого будет, допустим, нетренированных даже людей. У них у всех будет разная настройка. Значит, детство, удачно родиться в нужном месте. Вот так случилось. Мы этот фактор не рассматриваем, нам это не интересно сейчас. Значит, что касается фактора, который одна зависит техника, не будем мы это рассказывать. Про технику доверлекались люди, которые гораздо лучше меня этим занимаются. Двигаемся дальше. Общая физическая подготовка, перечисление не всех вариантов. Значит, по моему путению, так как я занимаюсь еще и телом, хромают у большинства фридайверы. Фридайверы слабенькие, слабенькие, ребят. Приходят ко мне на занятия, и все, и как бы очень-очень все сразу проявляется. Поэтому обратите внимание на этот аспект, если вы хотите реально быть на вершине этого спорта, это необходимо уделять аспекту общей физической подготовки внимание. Специфическая подготовка, да, то есть это тоже в любом спорте имеется специфическая тренировка, которая тоже, соответственно, необходимо уделять. Но тут фридайверы как-то с этим лучше справляются, да. Но хотелось бы обратить внимание на раскрытие отдельных суставов, потому что суставы – это точки силы, во-первых, во-вторых, сильные и раскрытые суставы. Обязательно сильные, ребят, потому что пассивная растяжка не работает неэффективно. Для спорта вообще никакого, в принципе, потому что пассивная гибкость, которая развивается, например, в традиционной йоге, в статических формах, это не физиологическое состояние, и поэтому нам необходимо обязательно добавлять аспект силовой загрузки суставов. Вот я, например, на своих занятиях обязательно это даю. Плюс еще один момент. Есть люди, которые от природы не гибкие. Вот я, например, не гибкий от природы. И для меня пассивная растяжка вообще не работает. Моя нервная система изначально с ней никаким образом не могла взаимодействовать. И в результате, знаете, да, что наши ограничения часто становятся нашими сильными качествами. Почему? Потому что мы начали всегда, ты копаешь в эту сторону. И, в конце концов, я просто набрал методику, с которой обучаются у разных людей, которые используют методы силовой загрузки суставов. И вот если я делаю, например, сначала несколько упражнений силовой загрузки, а потом пассивную растяжку, чтобы успокоить нервную систему, привести ее в режим парасимпатики, да, то тогда это очень хорошо воздействует. Это просто я накидываю, чтобы у вас какая-то информация оставалась на будущее, как и куда двигаться. Значит, вот что нас самое главное интересует, это, в принципе, ментальная подготовка для фридайверов, развитие качества сознания и ментальные навыки. То есть способность манипулировать своим умом, своим вниманием. Не мозгом, ребят, да. Значит, сейчас мы живем, у нас все на мозг, правильно? Значит, мозг – это просто орган. Мозг без сердца не работает, мозг без легких не работает, да. То есть это сейчас просто такая модная тема. Мозг здесь ни при чем. Есть сознание. Где оно находится? Нейрофизиологи вам не расскажут. Настоящий нейрофизиолог скажет, что сознание невозможно, так скажем, оно просто существует. Да, оно, естественно, связано с нашим делом. Да, мы можем по наблюдению мозга делать какие-то заключения, но я привожу такую метафору. Знаете, это все попытка. Вот человек что-то делает, и вот у него тень есть. И вот по тени пытаемся понять, а что же он делает. Понимаете, да, совпадают паттерны. Мы можем сказать, а вот это работает так. Помните, да, там раньше говорили, левое полушарие работает, там творческое, правое, там логическое или наоборот, я не помню. Неважно. Но сейчас они отказались от этой концепции. Помните, что наука оперирует моделями. Значит, модель, она имеет направление обязательно. Модель имеет цель. Если цель является лечение человека, то не нужно эту модель распространять вообще на все. Да, то есть помните, ребят, мы должны знать ограничения любого инструмента. Знание ограничения инструмента делает нас сильнее. Люди боятся поставить под сомнение какие-то вещи, которые в их жизни, например, очень важны. Вот я, например, йогу физическую. То есть я занимался йогой, физически был инструктором по физической йоге, да, то есть с телом. Но в конце концов я понимал, начал понимать, что она как бы выше головы не прыгнешь, если ты занимаешься только физической йогой. Если я хочу заниматься йогой, нужно двигаться дальше. То есть я определил, что есть ограничения в этой практике. Я не побоялся это себе сказать и людям, которые ко мне приходят. И двинулся дальше. Это дало мне силу понять какие-то новые вещи. Поэтому не бойтесь знать ограничения инструмента. Это сделает вас сильнее. Так. Ментальная подготовка, да, что в нее входит? Психологическая устойчивость, терпение, очень важный аспект. Вы помните, да, что в любой дисциплине терпение, длительные усилия, усилия растянутые во время, это один из ключевых факторов достижения успеха. Способность к дисциплине. Это тоже качество сознания. Искусство расслабления. Про это мы немножко побольше поговорим. Что входит еще также в ментальную подготовку? Способность удержать фокус. То, что называется концентрация, это слово. Я сразу внизу привел расслабленная собранность. Потому что, знаете, слова, которые переводят, слова, которые из таких вот дисциплин, направленных на внутренние самоисследования, таких как йога, да, восточные дисциплины, их переводят, сначала перевели на английский язык. Например, слово медитация вообще об этом, оно как бы не характеризует то, что реально этим, что является этой дисциплиной. Потому что медитация, латинское слово, размышление. На самом деле, медитация, настоящая медитация, это не размышление. Хотя элемент ментальной рефлексии присутствует. Но это дополнительный аспект только. Значит, расслабленная собранность. Осознанность, осведомленность, длящаяся информированность. Про это я хочу сказать. И внимательность, да, потому что мы сейчас слышим на каждом углу. Будьте внимательны, будьте осознанны. То есть, такой момент. Значит, что такое осознанность? Я хотел бы вас спросить. Как вы понимаете? Что такое осознанность? Понимание того, что делаешь. Значит, понимание того, что ты делаешь. Но что значит понимание? Присутствие в моменте времени. Значит, в принципе, осознанность, вот то оригинальное слово, которое используется на пале и на самскрите, да, оно ближе к слову информированность. Понимаете? То есть, я информирован. То есть, я не налагаю никакую концепцию на эту информированность. Я просто знаю, что происходит. Потом, если мне нужно, я об этом подумаю. Понимаете? То есть, во время погружения, если вы будете пытаться понимать вот в момент погружения, это создает гэп. Это создает дистанцию между наблюдением и действием. Понимаете? Вот когда я думаю, как мне, например, стать на руки. Если я буду стоять и думать, как мне стоять, да, то я сразу упаду. Понятно это? А если я доведу этот рефлекс информированности с моторикой, которую я наработал, да, до автоматизма, чтобы мне не думать. То есть, состояние недумания, оно присутствует. А люди часто понимают осознанность как то, что я должен знать, подумать, понимать, да. То есть, просто информированность. И внимательность – это второй аспект. Осознанность, внимательность – это два слова. Очень сложно людям, которые не занимаются ментальной такой тренировкой, понимать, где все такое, потому что осознанность, внимательность – это слова очень близкие, но на самом деле немножко разные. То есть, аспект сначала информирован, а потом внимательный, Добавляю внутреннее усилие к наблюдению. А что там в этой информации, понимаете? Ладно, это я так накидываю. Еще раз говорю, все вопросы потом мы зададим. Сейчас у нас мало времени, поэтому я хочу создать вам некоторую картинку, и потом мы о ней поговорим. Так, ну, подойдите, что там было? Так, да, двигаемся. Значит, итак, мы выяснили с вами, качество сознания определяют. То есть мои качества вот сейчас, в данный момент, в этой точке пространства, я обладаю уже какими-то качествами, которые сформированы моим предыдущим опытом. Неважно, там, прошлой жизни или этой жизни, все вместе. Может, я не буду говорить про прошлой жизни, вот они сформированы моим опытом этой жизни, моим ДНК, там, чем еще, тем условием воспитания и так далее. Значит, они определяют мои ментальные и физические способности. И эти мои ментальные и физические способности определяют мой успех, например, в федеринке, в дисциплине спорта. То есть это вот как бы такая общая, да, общая. А теперь давайте поговорим, а что же такое настоящая медитация, да, потому что вокруг этого слова имеется очень много различного рода... Ну, то есть медитация называется «все подряд» сейчас, вот. И поэтому я считаю, что нужно наканчивать, чтобы медитация, на самом деле. Хотя бы так вот, просто чуть-чуть информацию иметь. Значит, медитат, Олег Назарович, это слишком пока. А, все, извините, все. Перепутал слабее. Медитация, ребят, если мы используем оригинальное слово «бхавана», значит, это слово «бхавана» переводится как «особая культура психики, не основанная на мышлении». То есть это особая культура. Вы знаете, чтобы мне понимать какое-нибудь сложное произведение, например, там, «Скрябина», да, музыкальное, мне необходима культура музыкальная. Чтобы мне обрести эту музыкальную культуру, мне нужно учиться много базовым вещам, музыке и так далее, понимаете? Чтобы мне понимать какую-то сложную картину, мне нужно быть вот в этом, в этой культуре. И, в конце концов, когда я в этом пребываю, у меня развивается внутренняя культура понимания сложных моментов, которые я до этого не понимал. Значит, то есть это особая культура, то есть это процесс формирования внутренней ментальной культуры, которая не основана на мышлении, то есть не основана на концептуализации. При том, что концепцию, естественно, используют, потому что там, где есть слова, там всегда будет концепт. Плюс-минус, это как бы наша вселенная, она состоит из дуальности, и поэтому, естественно, потом мы пытаемся поговорить об этом на языке. Но этот разговор на языке никогда не приведет к полному пониманию, если человек этим не занимается. Значит, то есть медитация является особой ментальной дисциплиной, которая формирует внутреннюю культуру. Каким образом манипулирует своим умом, своим вниманием, своим сознанием? Для того, чтобы для определенных целей у каждого свои цели. В данном случае, чтобы манипулировать своим сознанием, своим умом во время погружения и процессе подготовки к нырху. Дальше. А можно просто определитесь в понятиях, и вы избавите мир от половины беды? Хорошо. Вы сейчас предложили вот это определение медитации. Вот смотрите, по сути, особая культура психи. В этом слове особая культура нет ничего. То есть это какая-то культура, какая несказанная. Неоснованная на мышлении. Идет отрицание. То есть она не основана на чем-то, но на чем она основана, не говорится. Да, потому что... Вы могли бы конкретизировать все-таки, что за культура и на чем она основана? Значит, смотрите. Особая культура, не основанная на мышлении. Давайте пытаемся воспринять эту фразу, едино не разбирая на эти. То есть это, опять же, такая попытка перевода этого слова. Их много, возможных переводов. И все равно не каждый перевод не позволит вам понять, что это за особая культура, не основанная на мышлении, до тех пор, пока ты не начнешь медитировать. Вот в этом сложность всех этих вещей. Потому что их невозможно определить словами. Потому что эта культура не основана на словах. Понимаете? В этом сложность. Но когда человек этим занимается, в конце концов он чувствует, он видит эти ментальные движения и он понимает. Да, сейчас на самом деле это достаточно сначала, можно сказать, что это все просто, но сложно для того, чтобы это было... То есть это просто почему? Потому что это естественное внутреннее качество нашего сознания, нашего ума. Но сложно почему? Потому что нам сложно длить эти вещи. И именно поэтому вот такая и существует начальная базовая заготовка, которая называется концентрация. Которая позволяет в конце концов прийти к этому пониманию, что вообще замечанию. Замечанию, то есть информированности и внимательности к движениям своего ума. Вот, да, то есть, опять же, вот, например, сейчас бы я попытался вам рассказать, что такое сознание, но я не могу. Понимаете? Потому что никто не может. Потому что это вещь, которую невозможно словами определить. И до сих пор и ученые, и философы, и нейрофизиологи не могут понять, что такое сознание. Они не могут объяснить это словами. Но мы все равно вынуждены об этом говорить. Поэтому я предлагаю сейчас просто взять это, как сказать, это определение для того, чтобы двинуться дальше. Окей? Значит. И теперь мы подходим, ребята, к тому, чтобы понимать, что же такое настоящая у нас с вами медитация. И какие типы медитации существуют. Если быть достаточно строго, подходить к этому вопросу, то существует всего два типа медитации. Медитация самадан, или саманская, или шаманская, по-разному, в различных языках это используется. И слово гипассана, да, то есть тоже известное кому-то из вас. Это два типа медитации. То есть два немножко разных, отличающихся друг от друга, но имеющих много общего, в том числе направления в развитии культуры ума. Значит, концентрация, да, или самота. Значит, собранность без напряжения. Опять же, все это слова, которые просто чуть-чуть попытаются... Мы используя эти слова, мы можем чуть-чуть только, так сказать, немножко себе прояснить, что же это такое. Все равно это невозможно понять, если ты не практикуешь, что такое собранность без напряжения. Но мы можем описать это состояние, когда я расслаблен, но полностью алертен. То есть готов к деятельности. Понимаете? То есть я готов адекватно отреагировать на изменяющуюся ситуацию вокруг. Это состояние концентрации. И при этом мой ум абсолютно спокоен. Вот сейчас давайте такое упражнение... Давайте мы сделаем вдох с вами, да, давайте такой вдох-выдох. Хороший вдох, мягкий более выдох. Сделайте где-то на две трети мягкий вдох, слишком глубоко не вдыхайте. И остановите дыхание. И все. Хорошо, вышли. Достаточно. Значит, а теперь я хочу вас спросить, где в этот момент было ваше внимание? Ну, выходим. Нет, ну, задержка, проблема задержки. Павла, что вы делали? Вы заметили, что вы делали? Расслабление. На расслабление чего? После себя. Тело. Значит, головы как части тела или чего? Тело, да. Тело. Значит, еще то, что делал в момент остановки дыхания. Что вы делали внутри, в сознание свое? Измеривание, продукты и страховое. Кто-то контролировал какую-то часть тела. Еще. У меня в глаза было внимание. Внимание в глаза. То есть, посмотрите, сейчас мы с вами сделали короткую остановку дыхания. Всегда, может быть, вы слышали, что когда человек останавливает дыхание, у него несколько мгновений безмыслия существует. Но, вот кто-то, если, я вам ничего не говорил конкретно, что делать с вашим умом, да, с вашим вниманием. И здесь у нас у каждого пошло, там, или у кого-то есть привычка, например, там, контролировать горловую щель или расслаблять сразу тело у кого-то на работе. Просто автоматом случилось. То есть, я к чему веду, что вы автоматически привязали свое внимание к какому-то объекту. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы быть в этом состоянии. Потому что, если бы вы не привязали, ну, кто-то не привязал, и у него начали там возникать мысли, а что это вообще, для чего, нафига это все? То есть, ну, вот, то есть, какое-то непонимание, какое-то, например, я очень гордко подержал, но, в принципе, если подольше, то начался попросту. И что мне делать тут, товарищи, нафига это все? То есть, это пошел процесс ментальный, мышление. То есть, я к чему веду, что концентрация собралась без напряжения. Вот это состояние, которое вы сделали вдох, оно приятное, спокойное, и, в принципе, нам необходимо куда-то привязать ум. И можно его отпустить, отпустить в том числе. Но, когда мы отпускаем ум без внимания своего, без, так назовем это, якорения, оно в какой-то момент может возникнуть мысль, негативная, назовем это, негативная к данному аспекту, например, задержка дыхания. Мне страшно вдруг стало, или там, например, у меня вдруг такое раздражение пошло. Понимаете? То есть, если мы не закрепляем свое внимание, какой-либо, не даем ему объект, у нас возрастает вероятность возникновения негативных состояний, негативных мыслей, которые во время НРК могут опекать. Но во время НРК каждый из нас знает, что делать обычно. То есть, в принципе, существует этот процесс привязки внимания к конкретному действию на каком-то отрезке погружения. То есть, мы знаем, погружаемся в 30, делаем маусфилд, дальше идем и так далее. То есть, но есть отрезки, когда как бы мы не знаем, что делать с нашим сознанием. И вот в эти отрезки вдруг в какой-то момент реактивный, оп, и ты раз, живот поджал. Потому что в них еще когда ты погружаешься, давление тебя сдавливает. И вдруг в какой-то момент вот эти ощущения от давления, они, если ум не привязан никуда, то у тебя возникает просто, раз, сюда, напряжь живот. Потом мы что-то делаем. Мы это заметили, мы сразу, оп, расслабился. И дальше пошел. Вот, я просто к демонстрации к тому, что для вот этой вот концентрации и собранность, расслабленная собранность на таком-либо объекте, это может быть динамический объект на самом деле, меняться во время погружения. Значит, что дает медитация и концентрация, я говорю, в общем, в целом. Значит, если ум дисциплинирован, а вот эта медитация и концентрация развивает важнейшее качество ума. Если я хочу, чтобы он был направлен в одном направлении или был в одном месте, он у меня это будет делать. Эта культура удержания ума на одном объекте абсолютно в нашей культуре ментальной не развивается. Практически она в зачаточном состоянии. А природа у некоторых людей, типа ученых, там, тоже спортсменов в том числе, да, то есть у них есть такая собранность, они могут отключиться от всего в любой момент. И удержать свой фокус, своего внимания на том, что они сейчас делают. Не рефлексируя, не так ничего, просто делая. Значит, если у человека имеется такая способность, или он ее развивает, то есть удержание ума на одном выбранном объекте, то в конце концов его ум успокаивается. Что значит успокаивается ум, кто меня скажет? Судка спокойнее ум. Чем он характеризуется? Суета. Значит, что такое суета? Ну, это суета. Мысли, мысли, значит, помните, что distraction, то есть отвлечение, это различные роды мысли, элементальные формы. Это может быть просто, знаете, вот такое, как бы я, просто идет сравнение. Это настолько быстрый процесс, ум вообще считается больше, то есть это буду, по-моему, не я, значит, что ум быстрее, чем скорость, вообще самого быстрого явления, вообще, в природе. Ум очень и очень быстрый. Вот сейчас я как бы с вами разговариваю, одновременно я могу ощущать какие-то звуки там, которые рядом, да, еще одновременно думать, так не заболтался ли я на время просматривать, да. Значит, и это как бы все одновременно. Но на самом деле это вследствие того происходит, что просто ум очень-очень быстрый, он собирает одновременно визуальные объекты. То есть вот я как бы держу картинку, мы все держим картинку визуальную сейчас, но на самом деле, и квантовый тизик об этом говорит, да, что материя возникает и исчезает. То есть вот в момент, когда звучит такой звук, материя возникла и исчезла там 10-50 тысячной степени раз, то есть очень быстрый процесс. Но вся эта информация закидывает и висит в памяти, и как бы все старается недвижным. Просто ума нет возможности заметить это возникновение и исчезновение этих явлений, таких как материя, и в том числе и ум тоже возникает и исчезает. Поэтому я почему говорю, что ментальные конструкты, которые возникают, мы их даже не замечаем. И если я не замечаю какой-то ментальный конструкт, какую-то мысль, я могу совершать одну и ту же ошибку, понимаете, во время погружения. То есть чем больше у вас развитие ума, способность его фокусироваться и больше внимательность, это уже следующий аспект, мы поговорим чуть-чуть дальше, про внимательность, осознанность. То есть если у меня этот аспект развит, то я быстрее обучаюсь, то есть я быстрее замечаю ошибки внутри себя, которые делаю сначала в уме, а потом уже на уровне тела, потому что ум руководит телом, по сути. Значит, что нам дает медитация? Если я могу совершать ум на одном объекте, то ум становится расслабленным, во-первых, мы об этом говорили, и это приводит такой, знаете, в целом, если культивируется такое действие, то есть развивается вот эта культура остановки ума на выбранном объекте и удержание его на одном месте, то в целом сознание становится более рассудительным, здравомышлящим и в целом более спокойным. Но в чем, я сразу обозначил, в чем, так скажем, не то, что минус, но и в чем у нас собака порылась-то вообще. А в том, что вот мы тренируем тело, да, 10 дней перестали тренировать, что у нас пошло? То, что кондиция ухудшается. Если вы ходите, там, не знаю, в зал или еще что-то, растяжкой занимаетесь, если не позанимались, там, две недели, все, растяжку опять нужно начинать. Здесь, в принципе, тот же самый принцип. Если вы постоянно, если вы бросаете это занятие, то велика вероятность, что у вас уйдет все это дело, особенно если вы выделяете имитацией минут 10. То есть, если вы 10 минут, например, занимаетесь телом, то это очень маленькое воздействие. Я просто к чему призываю, если вы хотите действительно эффекта получить от этого, нужно заниматься хотя бы 30-40 минут имитировать. Каждый день. Естественно. Значит, помните, ребят, что инерция ума гораздо сильнее, чем инерция тела. То есть, тело я могу изменить за две недели, хотя там, в зал, да, развивая тело, достаточно быстро, визуально, если еще корректирую питание, то тело прямо может поменяться, особенно если, ну, так скажем, человек знает, как это делать, или наоборот, у него низкий старт, да, то есть он за какой-то промежуток может моментально 5 килограмм скинуть, да, значит, то есть заметный эффект. А вот у сознания, ума, из-за того, что это очень тонкий инструмент, с которым мы не знаем даже, каким образом взаимодействовать, изменение привычек ментальных происходит достаточно медленно, ребят. Поэтому для медитации, для медитации аспект регулярности еще сильнее, чем для тела и для задержки дыхания. Значит, цель медитации самота, значит, сделать наш ум работоспособным, чтобы я что хотел, то и делал, хотел отсоединиться от негативных состояний, отсоединился, забыл, понимаете? Вот это очень важный момент. То есть спортсмены или там любая другая деятельность, фейдайверы, которые могут, вот они полностью погружены в процесс, вот они к погружению, они отсоединились, пошли, сделали нырок, полностью забыли обо всем, при том, что у них может быть куча-куча с этих дел, да? Вы знаете такого человека, я думаю? Алексей Молчанов, который может одновременно решать все вопросы и потом пойти сделать, нырнуть там в ластах на 100 метров, да, в ластах. То есть, как бы у человека просто наработана вот эта вот способность к дисциплине ума, отсоединиться и забыть обо всем, когда я занимаюсь чем-то одним, и сфокусировать всю свою психическую металлую энергию на выбранном действии. Значит, цель этой медитации – делать ум работоспособным. Дальше, значит, я просто тут привел такую метафору, что ум человека – это кусок дерева, он не киткий. Мы застреваем на том, что имеем определенный взгляд, но застреваем на привычном для каждого из нас способе мышления. Наша цель – сделать ум гибким, работоспособным и адаптивным. И вот эта тонировка в удержании ума на одном объекте помогает этому. Двигаемся дальше. Значит, вот тут просто я вот такая, скажем, решила для смеха, может быть. Значит, если мы развиваем концентратную способность ума, как остановиться, вот если взять какую-то свою потенциальную, высокую способность, высочайшую способность остановить ум на выбранном объекте, если не отвлекаться, это высшее состояние медитации, называется тхьяна. Слышали? Тхьяна, джана, чан, дзен – это все одно и то же слова. То есть это состояние сознания, когда ум объединяется с объектом, и все. То есть ум и объект становятся единым целом. То есть что это такое? Опять же, на словах я не передам. Это невозможно передать, пока ты это сам не испытаешь. Но это у каждого из нас случается, ребят. Вот, например, я еду к морю, на горы, и вот мне эту дорогу уже серпантин, я уже не знаю, когда же я доеду. И вот вдруг я поворачиваю из-за горы, и вдруг такое море. Я такой, вау, еще там какой-нибудь красивый южный берег между Ницей и Монако, вот так прекрасно, очень красивые такие места. Я такой, аа, аа. И вот это такое, аа. И вот в этот а мой ум объединяется с этой визуальной картинкой, и там есть несколько мгновений без мыслей. А потом я говорю, как красиво. И как-то я только сказал, как красиво, и это состояние закончилось, потому что оно перешло в память. Понятно? Потому что включился дискурсивный вот этот словесный, вербализируемый аппарат внутреннего нашего мышления. И, как это так сказать, интенсивность переживания вот этого объединения, она сразу упала. Поэтому, в общем, в принципе, каждому из нас, вот вообще фридайверу и вообще любому человеку, не важно, чем он занимается, чтобы был успех, достаточно развить 10-20% от тхьяна, так назовем это. Вот я к чему веду-то. То есть даже не обязательно от тхьяна уходить. Вы уже получите, вы получите эффект. То есть у вас будет очень сильно отличаться ум от обычного человека, который не занимается этим. Понятно, что это занимает время. Значит, но, то есть если вы медитируете по 30-60 минут, и вы постепенно станете совершенным, успешным, я на самом деле взял скобочка с сенсорическим, уж извините, не удержался, сенсорическим существом. Вот. Значит, мы все с вами сенсорические существа. Хорошо, можете, если вам слово сенсорическое не нравится, можете использовать слово. Мы все живем внутри этой вселенной, которая является дуальной. Она задумана на плюсе-минусе. И, ну, как я говорю, в принципе, нам неплохо, да, вот сейчас нормально. Ничего в этом негативного нет. Значит, вы можете, если вы развиваете свои способности ума, вот даже на до 20%, то вы будете успешным в любом деле, который выбран вами. Вот. Вот. Даже если у вас нет изначальных условий, которые мы с вами разбирали в начале, да. Ну, тут я просто как-то вчера добавил сзади. Ну, если вы идете дальше, остерегайтесь. Вы можете начать терять интерес к тому, что вам так дорого и нравится сейчас, к вашим занятиям, активностям, возможно, даже к федаграму. Вот. Ну, то есть, если вы хотите быть спортсменом, слишком глубоко, не надо идти вот в это все. Ну, просто такое. Легко и шутка. Двигаемся, да? Я бы, сестер, еще и спальм, говорю. Все, забыли, этого я не говорил. Значит, следующий вариант медитации, тип медитации, который открыл Будда, то есть до Будды этого типа медитации не существовало. Эта медитация называется Випассана или Випашкина, она на разных языках по-разному, но корень одинаковый. Может быть, вы знаете, что Будда до того, как открыл вот этот метод медитации Випашина и достиг просветления, это ужасное слово просветление, если честно вам сказать, enlightenment на английском, на русском просветление, оно абсолютно не характеризует то, что человек реально испытывает. То есть это слово все западное. В западной традиции, назовем это самосовершенствование, нет этих состояний, которые используют, которые... Но мы используем слово, которое у нас есть, ребят. Ну, как бы, вот так есть. Поэтому я не люблю слово буддизм, потому что нет буддизма. Буддизм придумали в 19 веке англичане, слово нет буддизма. Это просто определенный способ проживания, который включает в себе вот эти внешние аспекты, да, ритуалы там и так далее, поклонения. Это все то же самое, что и на западе. Это для обычных простых людей, которым так понятнее, понимаете, они так успокаивают свой ум. Потому что ты пришел в церковь, ты это более спокойно себя почувствовал, послушал орган, ты себя поспокойнее почувствовал, успокоился. То есть эти вещи, они вообще несущественны. То есть это внешняя такая канва, на входе которой проходит вот эта культура, формирование другой культуры у мапши, извините, по-другому не могу сказать, бхавана. Значит, так вот, Будда, он, до того, как открыл этот способ, у него было два гуру, которые учили его самадхи. То есть вот эта индийская медитация, про которую, там, если кто-то занимается йога, йога, сутра, патанжи, описывается самадхи, только этот тип медитации. Концентрация существовала до того, медитация-концентрация существовала до того, как Будда появился. И он обучился у одного состоянию восприятия-невосприятия. Не знаю, как по-другому сказать. Так описывается. И второе состояние пустотности. И тоже не знаю, что это. То есть это высшие состояния концентрации, которые... То есть, когда он их достиг, гуру, который его обучал, он увидел в нем все равно, сказал, давай будем вместе обучать. Ну, у Будды было такое ощущение, что это не даст неполное освобождение. И он пошел дальше. Во второго, обучился медитации пустотности, тоже не обдукторился. Потом пошел в аскезу. И так далее. И в конце концов, он достиг, отчет другой способ медитации, который имеет под собой фундамент самадхи, то есть концентрация. То есть это базовые упражнения, которые должны присутствовать. Установка ума на одном объекте. И чтобы развить в себе дисциплинированный ум, который дарует истинную радость, на самом деле. Значит, это медитация непосредственно увидения, без концепта. Я просто набросал вам такие варианты перевода этого слова есть. Медитация озарения. То есть я вдруг что-то понял. Увидел и понял. Для этого мне не нужно было думать, понимаете, чтобы это понять. Я просто это случился, бум, и пришло, у тебя называется на отрывок. Но естественно, что до этого была обратила на какая-то работа, в том числе рефлективная, то есть рефлексия и мышление тоже присутствуют в этом. Это не отрицание мышления. Медитация взаиме-инсайд. Медитация на основе осознанности и внимательности. То есть на основе качества внутреннего сознания, которое у нас присутствует, оно называется внимательность. Будь внимательным к тому, что ты делаешь. То есть вы знаете, да, то есть если я занимаюсь чем-то и постоянно отвлекаюсь, то есть я не могу длить внимательность, то есть я прерываю собранность, фокус и внимательность к тому, что я делаю, эффекта не будет. То есть я просто привожу тоже такой пример. Вот как будто вы микроскоп, допустим, изучаете микроскоп, например, что там в клетке происходит. Вот вы изучаете, изучаете, там 30 секунд, потом раз вас отвлекли, снова вернулся, отвлечают раз, еще отвлекли. То есть и вот, допустим, вот вы таким образом занимались этим часом, вас постоянно отвлекали. Какая картина у вас будет искаженная, понимаете? А если я хотя бы там 10-15 минут смог, не отрываясь, полностью внимательным наблюдать все движения, там этих, что там в клетке происходит, тут микроскоп, у меня гораздо более точная картина получится. Я к чему веду, что если у нас есть эти качества, то мы будем гораздо лучше понимать, что у нас в сознании происходит. То есть у нас будет гораздо лучше картина о самом себе, о своем сознании. А если я знаю внутреннюю ситуацию в своем сознании, то и моя способность корректировать нефункциональные, неконструктивные аспекты моей психики возрастает. Потому что если я не знаю, я не могу с этим ничего делать. Это так, тыканье. Значит, в чем еще преимущество и басана? Можно медитировать в процессе жизни, то есть не обязательно сидя, сидя неподвижно. Но сидя неподвижно должно присутствовать. Но можно продолжать медитировать и в процессе жизни. Значит, она взламывает код психики о том, что я говорил. То есть ты замечаешь все мельчайшие движения внутри своего психика, психики, ментальные конструкции, которые у тебя возникают и так далее. То есть ты можешь с этим что-то делать. И в конце концов оно дает мудрости знания. Что такое ум, что такое тело? То есть ты хорошо начинаешь понимать вообще свою психику. И это понимание другого плана. Оно не основано на концептах, например, которые предлагает психология. Я не говорю, что это плохо. Можно, помните, да, модели психологические. Если они для вас работают, пусть работают хорошо. Если главное, чтобы вы были спокойны. Но у людей есть такая тенденция, они что-то изучили, и они начинают это распространять на те области, в которых в принципе это не работает. Помните, психологические концепты, они имеют собой место, они рабочие, но их нельзя распространять на все. Но чтобы получить полную картину, опять же, есть такая часть сознания, которая над психикой, как раз вне концептуальная. И медитация позволяет вообще гораздо более полную картину своей психикой получить. Плюс еще такой момент, чтобы для размышления. Есть такой научный принцип. Нельзя опознать предмет, бронить, если ты находишься внутри этого предмета. Нельзя, невозможно изучить что-то, находясь внутри. То есть для того, чтобы поднять полную картину, ты должен выйти. Для того, чтобы психику, которая основана на ментальных процессах, мыслительных, эмоциональных, когда все входит в психику, эмоция – это мысль, которая перешла в тело. То есть это некоторое негативное состояние, которое получило реакцию на телесном уровне, в изменении физиологии. Поэтому у нас как эмоции беспокоят. Это зажгло, оно на уровне ощущения тела. Но первоначально была мысль, например, сравнение. В инстаграме посмотрел, там, да, есть сравнение. Вот прекрасная модель. Можно его посмотреть на инстаграм и видеть, что у тебя в психике рождается. То есть там, вот, тан-тан-тан-тан-тан. Да? И можно настроение все легко изходит. Мы просто вместе. Хорошо. Итак, подведя итог этому, значит, Випасана у нас дает покой, способность замечать, и мудрость, то есть знание о самом себе. Концентрация дает фокус, сила ума и тоже покой. Двигаемся дальше. Значит, теперь еще немножко о качестве. Медитация позволяет нам развить терпение как фундамент успеха. Значит, медитация – это терпение в Бирме. Я, на самом деле, езжу медитировать в Бирму. Это Мьянма, Бирма, то есть страна между Таиландом и Индией. Могу и слышали. Вот. В Бирме, в Мьянме есть пословица. Медитация – это терпение. То есть, вы понимаете, да? Ну и вот, наверняка, кто пробовал медитировать, знаете, как скучно это все. Я знаю, что это все скучно. Господи. Так, значит, об этом потом поговорим, все время останется. Способность к длительному усилию развивать. К длительному, неотрывному усилию. Это очень важно. Потому что несложно, сейчас тоже, возвращаясь к таким моментам, которые мы слышим на каждом углу, будьте внимательны. Так, вы будете на дну или будьте внимательны? Это в раз внимательны. А через пять секунд опять выпал. Понимаете? То есть, несложно быть внимательным, а сложно длить внимательным. То есть, поддерживать эту постоянную внимательность. И во время НРХ теперь мы вспоминаем. То есть, если ты постоянно поддерживаешь внимательность в прославленном состоянии, то есть, полностью информирован на том, что происходит, то есть, ты готов в любой момент заранее, да, чем больше у тебя опыта, в этих считываниях ощущений, которые происходят внутри твоего тела, во время погружения, да, на разных глубинах по-разному, ты сможешь немножко на опережение всегда работать. То есть, ты не доведешь ситуацию до того момента, когда тогда уже ты не сможешь ее контролировать. Понимаете? Это очень важный аспект, который для фридайлинга очень хороший. Чем фридайлинг мне нравится, я его называю лучший тест вообще, что в башке здесь возражение происходит. Вот, да. Учат усилию без напряжения, ровно столько, сколько достаточно, да. Это очень важный момент. То есть, нельзя перетумачивать, ребят. Мы постоянно перетумачиваем в жизни. Это такое санктическое слово. Перетумачивать. Я йогам об этом говорю, потому что у йога вообще большие проблемы, ребят. У фридайлов, мне кажется, меньше проблем. Может быть, просто в данном случае я больше в сообществе логического производства. Ну ладно. На самом деле все мы одинаковые, ребят. Не важно. Но фридайлин, чем хорошим, он очень быстро обнажает ситуацию внутренней психики. Понимаете? Ты сразу начинаешь понимать, с чем вот там люди, когда вы знаете, да, кто там обучают. Приехал человек там сразу, и вот у него сразу все покрыло. Вроде бы такой прекрасный на суше, а внутри, как бы, а как только на набу его привел, там сразу все проявляется. То есть, это очень хорошая такая лакмусовая бумажка на то, чтобы понять, с чем работать. И очень классно это. Это не потому, что мы хуже, лучше. Это вообще не важно. Потому что в чем-то мы лучше, в чем-то мы хуже. У каждого есть набор всяких качеств. Хороших или не очень хороших. Вот, и в принципе, по сути, мы все, у нас одни и те же мысли. Как бы сейчас дохазы было, на занятии мы имитировали утром, там, тачдаун, знаете, может, кафе это, школа Гасса, или Венеса. Вот. И там утром мы имитировали мухи, мухи на нас очень. Потому что, вы знаете, дахарских мух, не мне вам о них рассказывать. Вот, ты сидишь и как-то, потому что нужно держать объект, а мухи там, понимаете, они уже начинают внутрь лезть. А отвлекаться нельзя. То есть, ребят, смотри, фишка в чем. То есть, если ты натренировал, у тебя ум дисциплинированный, и он у тебя остановился здесь, это никакие мухи, никакие звуки, вообще ничего тебя не может отвлечь. Понимаете? Это очень сильный ум. И, в принципе, я считаю, что вот к этому это прекрасная наша цель, для того, чтобы достигнуть такого состояния, что не важно, что вокруг, а ты полностью собранный, занят своим делом. Не отвлекаюсь. То есть, представьте, насколько у вас будет круче ментальная сила внутренняя. Вот. И у меня просто такая мысль. Мухи – это мысли. А это нагомарник. Это мысли, а? Нагомарник. Нагомарник. Нагомарник можно, да. Все можно. Значит, развивая способность к ослаблению и способность к регуляции приключения состояния сознания. Очень важно. Двигаемся дальше. Меня просили, не задерживайся, поэтому я очень быстро. Значит, ну, и об этом мы говорили, что качество сознания определяет успех. Двигаемся дальше. Значит, с помощью медитации мы можем находить источники напряжения в уме. Это, кстати, по поводу медитации и расслабления, да, потому что многие люди путают медитацию и расслабление. Они думают, что расслабление – это медитация. Ребят, чтобы медитация, сам процесс медитации стал расслаблением, нужно очень сильно влажиться. Люди думают, ой, вот такой, а шанти-шанти. Чтобы шанти-шанти случилось, нужно, чтобы у вас ум-ум соединился с объектом, это уже тхьяна. Или состояние называется упачара-саматхи, то есть пред-тхьяна. Перед тем, как ум объединялся с объектом. Когда ум объединяется с объектом, все, в состояние полного, тотального расслабления наступает. И, естественно, что если ты научился себя переводить в это состояние, то в целом у тебя в жизни более ровное состояние. Но для того, чтобы научиться в таком состоянии, нужно усилие. Это, конечно, не такое усилие, да, это внутреннее, ментальное усилие. Поэтому медитация, я просто всем сразу акцентирую, кто ко мне приходит на медитацию, что, ребят, нам нужно работать, медитация – это работа. То есть это не расслабление. Если вы хотите на расслабление, пожалуйста, можете пойти на гонг, так называемую медитацию, лёжа там, как так было, да. То есть это не медитация, это релаксационные техники. Понимаете? Они хороши, классные. То есть это можно использовать. Просто не называйте это медитацией, потому что там нет тренировки. То есть если ты пошёл… Какая там тренировка может быть? Там просто… То есть смотри, наш ум, он как бубка. То есть те состояния создания, которые ты переживаешь, они в конце концов становятся доминантами в твоей психике. То есть если я постоянно хожу утром, вечером на гонг медитацию, то в конце концов я буду более ровным. Понимаете? Но это не… Ну. То есть в принципе мой ум быть в кончику будет. То есть если вы будете жить в сельской местности, то вы будете, ну, так, 10 лет. То в целом вы будете гораздо больше, более спокойны, чем если мы живём в городе. Потому что у вас доминирующая ситуация для вашей психики. Вот. Нет, понятно, можно и в сельской местности себя довести до цикундера. Вот. Но… Вы понимаете, понимаете, о чём я, да? Что если я в целом, если я постоянно раздражаюсь, то это становится доминантом. Вы знаете, какие люди, которые постоянно раздражаются. Вот. Поэтому в конце концов, если мы используем тренировку, то есть внутренние усилия на то, чтобы остановить ум, и в конце концов у вас вот эта способность остановить ум и забыть обо всём, она нарабатывается, и ваше доминирующее состояние по жизни становится более спокойным. Ну, помните, что чем больше объектов, тем больше напряжения. То есть вот, например, почему, когда я, например, закрываю глаза и начинаю проходить своё тело, да, у меня расслабление происходит. Да, я могу добавить внутренний импульс на расслабление мышц, но в целом, если ваш ум спокойный, у вас не будет напряжения мышц. То есть если я удерживаю ум внутри моего тела, то количество объектов, которые присутствуют в сознании, гораздо меньше, именно поэтому это расслабляет состояние ум. Понятно? То есть чем меньше объектов ваш ум перебирает, тем более спокойным ваше состояние. Если у меня дедлайн, нужно то-то-то-то-то, то мне всё, я вот в полном стрессе, что называется, да. То есть а если я могу, например, сосредоточиться на одном, не важно, у меня тут целая очередь моих дел, но я на них вообще о них не думаю, то я могу поддерживать своё состояние ровно. То есть чем меньше объектов в поле сознания, тем более спокойно и спокойно, просто как, скажем так, вспомните об этом, вы научитесь сборжать своему быстрому. Раз, внимание внутрь тела, там только ощущения, в принципе, я смотрю только на ощущения. Один тип объектов, и немного. Мысли – это тоже объект, ребят. То есть, ну это, чтобы это увидеть, да, это, опять же, прочитать этого недостаточно. Просто момент зарождения мысли можно наловить. То есть, и это нарабатывается именно тем, что человек совершенствует свои внутренние, присущие ему качества сознания. То есть настолько внимательный ум, и настолько он спокойный, да, потому что если спокойная вода, то я могу мельчайших камешек увидеть там, и прозрачные. А если сбаламучен, я ничего не увижу. Поэтому мы не видим мысли, что мысли начинают, имеют начало. Это просто объекты, которые пролетают. И улетают так же. Или мы за них сцепляемся. Море – открытое пространство, успокаивает саму при себе. Поэтому способность расслабления – это просто навык здоровой психики и тренированного ума. Поэтому, если чем больше вы будете развивать медитацию, тем больше способность расслабления у вас будет развиваться. Ну, я об этом не оговорил. Значит, медитация, ну, завершаю эту часть. Медитация и не расслабление. Спокойный ум позволяет расслабить и ум, и тело. То есть спокойное внутреннее доминирующее состояние внутри вашей психики, если вы можете в этом режиме функционировать, то в целом вы очень быстро можете расслабляться, моментально. Ну, и предпринимаем, как вы знаете, мне он говорит, это актуально. Значит, как же все же может она нас способствовать? Ну, в принципе, все, о чем я говорил, это все способствует. Все способствует. Наталья, я просто не помню, но в последующий старт. Значит, она развивает навык быстрого возвращения в состояние покоя. Значит, развивается способность, очень актуальная, к быстрому переходу, в оптимальное состояние для погружения, то, что мы готовимся перед нарком, настраиваемся перед нарком. Вот этот момент настройки ключевой. В принципе, он определяет очень много факторов, как ты подготовился к нырку. И то есть, если твой ум тренированный, если в нем есть культура покоя, собранности и расслабленности, расслабленность гибкий ум, то это дает вам, конечно, преимущество перед человеком, который этим не занимается. Сейчас мы просто подведем итоги. Я просто привел здесь модели, каким образом изменять вообще внутренние модели свои. То есть, во время погружения у нас происходит внутренняя работа сознания. То есть, я погружаюсь, то есть, сначала я должен продуваться. То есть, у меня есть конва, конва выстроенного моего нырка. То есть, у меня есть модель нырка. И, в принципе, я по ней прохожу. Вдруг на какой-то глубине у меня что-то не получается. Значит, когда я всплываю, я остановился, внутри себя вспомнил этот момент. То есть, так-так-так-так-так-так-так, оп, что это, что это, попытался вспомнить. Если сначала, может быть, тяжело будет вспомнить. Но чем больше вы медитируете, тем больше это будет возникать в вашем сознании. То есть, способность вытаскивать из памяти, что там происходило, у вас будет повышаться, ребят. Поэтому медитируем. И в остановке, то есть, я ушел на дорогу, да что-то не получилось, был неудачный нырок. Так-так-так, что получилось там, тэн-тэн. Ну, я могу сказать, окей, не продулся. Но причина же была, почему не продулся, понимаете? То есть, до этого продувался, а не продулся. То есть, не продулся – это уже следствие. Нужна быть причина. И вот эту причину, вот это ментальное движение внутри, вы будете вспоминать гораздо более эффективно. То есть, знать, с чем работать. Остановка, то есть, воспоминание, анализ. Прогнал, вспомнил. Дальше. Так, окей. Допустим, я знаю, что с этим делать. Иногда мы не знаем еще. Нужно повторить, чтобы узнать. Новая корректирующая модель. Если мы не знаем, то мы идем снова сюда на тестирование. Да? То есть, мы еще раз погружаемся. Значит, дальше. Новая корректирующая модель. То есть, если я знаю, что, если я обнаружил причину и понимаю, как, что с этим делать. Значит, допустим, мне необходимо там тренировать какой-то навык в определении больше. Дальше. Ментальное моделирование и визуализация. Да? Я такой, допустим, прогоняю внутри себя, как бы идеально там должно было быть вот в этот момент. То есть, я просто, ну, в спокойном состоянии, после НРК уже ушел там. Лучше по свежим следам всегда все это делать, естественно. Вот. И такой, как бы, такой, лучше, как, знаете, мягенько-мягенько. Детально-детально. Весь урок устанавливает. Пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел. Как он шел, так, оп. Вот это вот здесь что-то было, что-то было. Так, не могу вспомнить, что. Вспомнил. Хорошо. Что нужно было сделать? А нужно было сделать так. И, как бы, прямо послал внутренне себе так. Нужно сделать будет так. Пошел тестировать. Тестируешь, закрепляешь. Значит, и в конце концов, когда оно становится уже встроен, встраивается в твою психику, в твою, вообще, всю систему, это тело-ум, то ты просто отказываешься от этой модели в пользу гибкости. Потому что вы знаете, да, как бы я ни моделировал, всегда НРК может пойти так, как он пройдет. Но у вас есть уже модель, которая рабочая. То есть она может быть просто адаптироваться и перейти к следующей, еще более эффективной модели. Потому что не надо цепляться за модели, а не только нам инструмент. Мы их знаем, мы их прописываем, а потом мы их отбрасываем. И тогда у вас появляется гибкость и способность в любой ситуации. Чем больше у вас будет опыта, погружений, тем более эффективно вы будете, так скажем, работать с этими ограничениями, которые у вас случаются в момент погружения. Я уверен, что многие из вас этим занимаются. Может быть просто не так, не так не раскладывали вот таким образом. Но в целом, я думаю, что любой человек, которым интересен этот спорт, который глубоко с интересом в него погружается, это неважно, это много статика и так далее. То есть неважно, какая дисциплина придайминга, этим занимается. Вот на это, в принципе, я все, что хотел. Нас осталось 10 минут, чтобы я мог ответить на ваши вопросы более конкретные, как там еще. Да, пожалуйста. Александр, спасибо большое. Очень интересная такая, совершательная лекция. Надо будет ее потом еще осмыслить. Меня вот такой раз с чем связано. Вы привели сейчас практики, которые пришли к нам с востока, это известно. Пусть мы не называем это буддизмом, но тем не менее, как бы вообще в самом сознании это так и есть. Приходилось ли вам сталкиваться с практиками, которые пришли к подобной практике из западной культуры? Может быть, из западных религий, там, паркестантизм, православие, может быть, суфизм, я не знаю. Еще что-то такое, которые приводили бы в подобное состояние сознания, значит, к умыке. Да. Значит, ребята, как только ты внутри себя эти основные принципы, практикуя, понимаешь, да, то, это просто такое предварительное исключение, то затем ты можешь вообще не смотреть там восточное, невосточное, западное. Это все, конечно, условно разделение, но единственный момент, что все же на востоте вот эта культура, хотя и на западе всегда это было, например, древние греки, то есть они использовали медитацию, то есть было такое упражнение ментальное, то есть были ментальные упражнения, естественно, в любых традициях. Единственное, что, чего не найти на западе, это випасмы, а концентративные техники всегда присутствовали. Вот, например, в древней Греции, в древних философах было такое упражнение, чертился круг где-то 50 метров в радиусе, или диамет, я не помню, и человек идет, ему дается одна ментальная инструкция, то есть какая-то идея, и он идет и удерживает ее в уме, пока не завершает круг. То есть это концентрация. Другой пример вам приведу. Значит, есть такое, может быть, слышали в православии умное делание, слышали? Значит, умное делание или Иисусова молитва, то есть это практика, которая, по-моему, скорее всего, может быть на обходе сейчас. То есть монах, он произносит про себя вербальную формулу, как правило, это было «Господи Иисусе Христе, помимо меня грешного», или там более длинная формула. И одновременно он внутри у себя продуцирует вот это вот состояние, например, раскаяния, то, что в православии считается важным. То есть или вот, и в конце концов, если он этим занимается, значит, там сказано «да» у них, ну, в православии, что, или у нас, не важно, вот, сказано «да», то есть внешний мир – это, как сказать, полон демонов и так далее. То есть если я, ты в твоем уме должен существовать всегда Бог, то есть это означает, что ты не должен думать о внешних вещах, ты должен удерживать свой ум вот только на этой идее, ну, это для них не идея, для них это, так скажем, объект, самый высший объект. То есть они должны удерживать свой ум, человек должен удерживать свой ум на этом высшем объекте, а это все демоны не отвлекаются на них. И то есть это, на самом деле, концентрация. И эти монахи, в конце концов, у них возникал, например, свет. Но интерпретация этого света, она происходила в рамках этой концепции, этого направления, да, там «о» и «имка». Свет и чувство блаженства. Это Тхьяна, пьер номер один. Понятно? Свет и высшее ощущение блаженства. То есть ум останавливается, он соединяется с этим объектом, который он себе визуализирует, например, там, перед ним, может быть, икона стоит. Или просто это состояние света, ум объединяется со светом. И это сопровождается очень приятными внутренними ощущениями, которые точно такие же происходят в первой Тхьяне на Востоке. Назовем это условно на Востоке. Но интерпретация этого, понимаете? То есть концентративные техники, ребят, существуют в очень большом количестве традиций. Саша, слушай, про Иисусову Мористу я хотела помнить. Насколько интересно, там они резолютируют в центре сердца, что Марка крутится вокруг источника Иисуса Мориста. Я читаю эту Марку, так сказать. Я знаю, они резолютируют эту лушенцию, и она дружница. И вот это меня тут на сколько удивило, что вообще... Там иногда соединяются еще с дыханием, у них еще соединяются. Значит, ребята, просто мы должны понимать, что... Просто тут немножко по-другому. Отличие в том, что, например, занимаясь техниками на условном Востоке, то ты можешь вообще никакую концепцию не подтягивать. Понимаете? То есть, но если ты, например, в рамках православия, то ты должен верить в это. Понятно? На Востоке не требуется вера. То есть не требуется вера как фактор. Но когда ты идешь по этому пути, так как ты начинаешь видеть, замечать вещи, которые тебе говорили, они как бы вот они, ты их просто наблюдаешь. И в театру возникает доверие. Доверие на основании знания. Так скажем, условия, например, многих религий, не только на Востоке, но и в Индии. Там же есть вот пхактика, то есть ты должен верить. Поэтому это на самом деле, конечно, немножко условное разделение. Единственное, что вот именно как культура, психики такая, то есть неослованная, это вообще сложно назвать религии. Но понятно, что мы это еще категоризируем, чтобы каким-то образом с этим взаимодействовать. Поэтому да, концентративные техники присутствуют. То есть там, где имеется удержание ума на одном объекте, это концентрация. Можно вопрос? Вот медитация, о которой я рассказывала сегодня, по сути, это практика не реагирования, не действия. То есть я сконцентрировалась, мухи вокруг меня летают, я не действую. Но мне кажется, что я просто пока пытаюсь понять, как это применить себя. Да, потому что, по сути, ты должен быть в спокойном уме и действии. Это ближайше по иным искусствам, когда у тебя спокойный ум. Но ты видишь всех мух, и ты на них реагируешь. Да. Значит, вот медитация випасана. Випасана. Что касается концентрации, вот самадхи, для того, чтобы развивать это, то есть ты должен быть абсолютно в спокойном состоянии. То есть ты должен быть, первоначально, ты должен очень хорошо тренироваться на одном объекте. Прежде чем ум, может быть, безобъектная тоже медитация на высоких уровнях. Но если ты занимаешься випасаном, то випасаном ты можешь заниматься постоянно. То есть ты постоянно держишь ум. То есть если я иду, то я иду. То есть я держу ум. Если у меня есть возможность, там, я вышел из дома, мне нужно до машины или до метро дойти, то я вместо того, чтобы просто отдать ум и думать, о чем я ищу делать дел, которые мне делают, я просто могу держать ум. Таким образом я буду поддерживать свое состояние внутреннее. То есть у меня ум, доминирующее состояние, поддерживать со спокойного ума. И при этом я могу моментально реагировать. А еще есть такая… Про мультифокус. А? Про мультифокус. Не есть ли медитация практика заспевания в одном фокусе. Поэтому многие люди, инвестирующие в мультифокусе, кажут себя просто какими подъехавшими, слишком замедленными, нереагирующими. То есть не способными действовать в режиме, когда на тебя летит куча всяких дел, мук. То есть теряя люди, которые начинают практику это делать, способность быстро реагировать и быстро действовать. Ну, я могу себе сказать, я не теряю, например, способность. Я могу адекватно реагировать, если нужно. То есть помните, что медитация – это контроль. То есть когда мне нужно быть ситуацией реагирования, я могу перейти в ситуацию реагирования. Но мое внутреннее состояние, оно позволяет лучше не реагировать, а взаимодействовать. То есть я выбираю, как взаимодействовать. То есть именно медитация и бассана – это уход от реагирования. То есть просто автоматически пошло. Или просто я понимаю, что мне, например, нужно обложить человека матом. Понимаете? При этом оставаюсь не переспокоенным. Поэтому, как бы я это немножко по-другому. Но саматки, саматки. Для развития концентративности вещей глубокого уровня. Не 20 процентов, как мы говорили, а глубоких уровней. Там очень важно не отвлечение, а вообще полная изоляция и так далее. То есть когда вообще… Вот люди, которые, например… Вообще, в принципе, это случается часто, но… То есть такое противопоставление «я медитирую, а вот это плохой мир» и так далее. Понимаете? То есть это такая… Как сказать? Это недостаток мудрости, по-первых. То есть этот человек еще не совсем сухольный. То есть он начал этот путь, но он пока еще не… Это тоже ошибка, короче. Сейчас же Валера в руку поднимал несколько. Да, пожалуйста. Среди нашего лаборатор-популянта такая техника, как деконцентрация внимания. Да. Расскажите, пожалуйста, как эта техника, как ревиз, описанная… Если честно, я не знаю, что такое деконцентрация внимания. А почему? Потому что я никогда этим не занимался. То есть я слышал про деконцентрацию. Я пытался читать эту книжечку деконцентрацию Левтиярова маленькую за мной. Ну, как-то что-то не пошло. И могу сказать следующее. Во-первых, я не знаю предмет, я не могу его обсуждать. Это первое. Но возможно, на догадках каких-то я могу вам сказать, что существует такая штука, как открытая внимательность. То есть представьте, например, у женщин. Женщина ведет магазин. Ну, например, такой магазин, где много, ну, допустим, на рынок. И там много-много всего. А она хочет купить платье такое определенное. А там огромное количество этих платьев безумное. И вот она как-бы идет такая, у нее расфокусировано немножко внимание, да, но внутри… И она сразу и раз и выцепила это платье сразу. А мужчина, который там вот так вот все, да, он как-бы не может его найти. То есть есть такая практика открытая внимательность, которую тоже можно культивировать, находясь в процессе жизни. И в том числе… Поэтому возможно, возможно, еще раз говорю, я не знаю, что это деконстрация, возможно, это что-то похоже на открытую внимательность. Но, к сожалению, не могу ответить. Хорошо. А на мой взгляд, описание открытой внимательности в принципах концентрации внимательности. Как открытая внимательность, скорее, с этими двумя видами медитации? Она относится как часть випассанных пользователей. Я могу идти, например, к своей машине и держать пум просто, например, на касании стоп или на движении на форме тела. И объекты все выключил. Понимаете? Могу идти сквозь толпу, не фиксируя никакие объекты в этой толпе. Но я знаю, например, что мне нужно пройти туда. Понимаете? И я не фиксирую, то есть я как бы не фиксирую ничего, я знаю, а там нахожу то, что надо. То есть я похоже на технику 25-го кадра. Ребята, сейчас очень долго вы можете про себя то, что вы знаете, с знакомым как-то соединять пытаться. Я, конечно же, не все знаю. Оля. Вопрос. Ты представляешь, не сравниваешь сомат и випассан. Но нет для них вполне понятно. У меня сомат, понятно, что это техношек концентрации, это техношек концентрации, это техношек концентрации, это пара, это так и так далее. То есть, то, что ты сказал, совершенно непонятно, что техники випассан, и причем принципиальные отличия. Что у нас за? Значит, смотрите, я могу просто на примере объяснить. Я могу, например, медитацию сомат и випассана, которую я практикую, то есть я об этом не сказал, то есть медитация, которую я практикую, и я занимаюсь только одной медитацией, я не меняю. Да, потому что если ты хочешь достичь глубины, нужно в конце концов выбрать направление одно и в нем идти. Потому что если ты одной медитацией занимался, то другое не получится ни в черту. Это будет как бы постоянный сбив. То есть ты выше определенного уровня, и не поднимешься. Да, это будет оказывать эффект, но не будет глубины понимания. Поэтому всегда лучше я рекомендую выбрать что-то одно и пять лет этим заниматься. Когда углубишься, через пять лет можешь поменять. Что касается примера, как различать концентрацию и состояние, то есть это сати и саматхи, да? То есть саматхи – это концентрация, а сати – это то, что переводится на слово «внимательность и осознанность». Так вот, смотрите, когда я дышу в сумму випассане, у меня происходит касание. Там объектом в первой части медитации является касание воздуха от вдоха и выдоха. Оно где-то здесь или здесь. Само место по себе неважно, потому что место – это концепт. То есть это, так скажем, это только еще подготовочка. То есть еще даже в принципе, по сути, если мы говорим про, скажем так, не медитируешь. То есть у тебя ты не смог отсоединиться от концептуализации. То есть чистого информированности без называния. Так вот, я замечаю каждое касание. Иногда касание не замечается, но я удерживаю ум вот в этом месте. Просто я знаю в курсе, что он здесь находится. То есть вот в этот момент существует концентрация. А когда я замечаю, замечаю слово в курсе, каждое касание без обозначения. При этом, естественно, я удерживаю свой ум в этом так же. То есть самадхи также присутствует. Помните, там где випассана, там будет всегда собранность, разная степень концентрации. То есть у меня, когда я замечаю, то тогда существует вид внимательности, сати. То есть тогда есть випассана. По-другому не могу объяснить. Или, например, еще. То есть если я буду смотреть на свечу. Такое упражнение в Вирге. Ну, раньше было. Свечу человек ставит, смотрит на нее, смотрит, смотрит, глаза закрывает, и у него имидж. То есть у него какое-то время... Хорошо, мозг. Мозг держит имидж. Сознание держит образ. Образ этого пламени. Он раз, там, три секунды исчезло. Человек снова открывает, снова смотрит на эту свечу. Смотрит, смотрит, смотрит. Потом закрывает глаза, и снова появляется этот образ. И в конце концов он культивирует это так, чтобы он закрывал, и этот образ у него сохранялся. Вот это концентрация. Понятно? Со свечой внимательность не получится. Почему? Потому что основной, ключевой аспект. В Випассане объекты должны быть внутри. А для концентрации объекты могут быть снаружи. Точка на стене, изображение и так далее. Понятно? По сути, это самадхи без опоры. Нет, нет. Самадхи без опоры. Значит, ребята, такие нюансы, их тоже очень сложно объяснить. На самом деле, даже люди, которые занимаются год-два, например, мастер говорит, если вы в первой части медитации, вы точно поднимаете концентрацию. Но внимательность может у вас не развиваться. То есть ты можешь удержать ум в одном месте, но не быть внимательным. Вот это концентрация. То есть внимательность необязательна для объединения ума с объектом. Ну, вот это сложные вещи. Давайте, ребята, я предлагаю, может быть, последний вопрос. И касательно придавивания. То есть, ну, я правильно понимаю, что медитация поможет придавиванию? Когда? Во всем мире. Какие вреды, что конкретно сделать? Вам необходимо найти методику медитации. Лучше, чтобы это было не новодел, не тот что-то придумал, не обипассанное или какая-нибудь из меня. Помните, лучше, чтобы за этим стоял какой-то опыт. То есть я, например, занимаюсь сонным бипассаной. И я знаю, что это проверено. То есть люди, которые здесь занимаются. И я этих людей в монастыре вижу. Обычных людей, не обязательно монахов. Обычных людей. Там инструктор дедушки 75-80 лет. Значит, сейчас я буду говорить вещи, которые вы можете не верить. Это вообще не обязательно. То есть ты один из них может просто видеть, что у тебя в голове находится. Ну, то есть он подходит тебе и такой, не думай. То есть он видит, как человек отвлекает. То есть он мне рассказывал. То есть этим людям они настолько скромные. И никто о них не знает. И они вообще себя не выпячивают. Поэтому нет вообще никакого основания врать. Нет. Он мне рассказывал, что существует, есть два типа сознания. Одно сознание может, оно как передачка, а другое как приемник. То есть я могу принимать информацию. Например, я могу отправить свое сознание и понять, что у меня там дома находится. То есть, понимаете, это как приемник. А другое передачка, он может отправить свое сознание и так далее. То есть я могу сочетать информацию или отправить эту информацию. То есть эти вещи, которые для них, для этой культуры, они абсолютно нормальны. То есть для нас это fairy tales. То есть это какая-то сказка и так далее. Фишка в том, что вы можете верить, можете не верить. Я человек консерватив, ну так сказать, такого скептического и критического ума. То есть я ставлю подсознание, подсомнение то, что является моим опытом. Поэтому, когда я приезжал в унасты, в унасты первые разы там какие-то вещи убили, я думаю, все это знают. То есть это не самостоятельная работа? Нет, естественно самостоятельная. Я говорю, что найдите технику, у которой есть опора в том, что она профессия. А что значит найти? Я не понимаю. Ну, из чего? А как я отличаю правильную от неправильной? Это нужно предложить усилие. А как ее искать? В YouTube? В YouTube? В YouTube? В YouTube? В YouTube? Вы можете сегодня прийти ко мне, я вам покажу одну технику проверить. Хорошо. Может, вы хотели, чтобы я как-то приказался понять это? Вы можете сегодня прийти, я вам покажу точно проверенную технику. Она не простая, но дает хороший результат. Или я могу вам рассказать, какие еще техники существуют в Випассане, например. Или консервативные техники. То есть лучше общаться с людьми, которые в этой теме, и которым вы доверяете. И вот это больше меняется. Ну, это лучше. Ну, да. Надеюсь, информация была полезна, это общая лекция, но это очень хорошо. Спасибо. Лучше вопрос-ответ мы можем пообщаться еще на мастер-классе.